Теперь к событиям в Донецкой области. Срочное сообщение приходит в эти минуты из Славянска. Как передает Интерфакс, боевые действия возобновились в районе телевизионной вышки. Есть информация о пострадавших со стороны ополченцев. Нам удалось связаться с корреспондентом Дмитрием Толмачевым, который работает в Славянске. Дмитрий, подтверждаете ли вы информацию о стрельбе и какова сейчас обстановка в городе? Да, коллеги, здравствуйте. Ну вот, несмотря на то, что в центре города сейчас достаточно спокойно, об осадном положении напоминает только многочисленные баррикады на улицах. Вот одна из них буквально в 150 метрах за моей спиной. Но вот, к сожалению, приходят сообщения о том, что на поступок к городу вновь слышна была стрельба. Уже сообщается о пятерых раненых. Но я повторяю, это данные пока не подтвержденные. Приходит также информация о боестолкновении с поселком Андреевка. Там находится телевышка, которая обслуживает город Славянск. Ну и здесь, несмотря на то, что здесь пока, в самом центре города пока спокойно, все-таки люди после всех событий на юге и востоке Украины, конечно, здесь взволнованы. Уничтожать собственный народ такому геноциду, такому лицемерию, как они называют, что у нас здесь идет борьба с террористами, сепаратистами, экстремистами. Посмотрите, вот стоят сепаратисты, террористы. Это все жители нашего города. Это наши мужья. Это наши сыновья. Ну, сейчас вот Славянск практически находится в кольце военных. Здесь продолжается комендантский час с 10 вечера до 6 утра. И вот если накануне приходили данные о перебоях с хлебными изделиями в магазинах, то сейчас уже появляются данные и о перебоях с молочной продукцией. Молоко, кефир, ряженка, ну, все такое же. Этого нет? Этого нет, да. Могут привезти, только их не пропускают на границу города. Мы больше переживаем, чтобы деньги не закончились, а не продукты. Ну, и буквально вот 5-10 минут назад мы шли до точки включения, видели около банков очереди, не удалось пока уточнить, в связи с чем они образовались. Но вот сейчас, я еще раз повторю, здесь достаточно спокойно ездит автомобиль, люди ходят, в принципе, пока ничего не предвещает здесь какой-то новой атаки. Но вот еще раз повторюсь, с окраин города приходят тревожные сообщения. Коллеги. Спасибо, Дмитрий. Держите нас в курсе. С последними сообщениями из Славянска был Дмитрий Толмачев. Дмитрий Толмачев.